Поток жалоб и обращений горожан на маленькие питейные заведения, расположенные на первых этажах и в подвалах жилых домов, не уменьшается. С 1 августа в Самарской области ввели полный запрет на продажу спиртного в торговых объектах площадью меньше 50 квадратных метров. Чубаксарская администрация также пытается найти решение для того, чтобы очистить рынок от недобросовестных бизнесменов, спаивающих людей. Малый зал в мэрии напоминал военный штаб. Градус обсуждения юридических мер по закрытию так называемых разливаек периодически повышался. Проблема назрела давно и красноречивее многих выступающих прозвучала статистика. В республике показатель острых отравлений от алкогольной продукции превышает среднероссийский более чем в 2,5 раза. Вот наша республика по показателю острых отравлений была на пятом месте среди 83 субъектов Российской Федерации. После, могу зачитать, после республики Тыва, Курской области, Кемерской области, республики Бурятия. Потом идет Чувашская республика. Смертность от острых отравлений от алкогольной продукции по нашей республике, по данным прошлым годом, превышала среднероссийский показатель в 1,8 раза. Видите, мы пьем больше, больше пьем, и некачественно пьем, и отравления, и смертность больше. В администрацию города регулярно поступают жалобы на работу пятийных заведений. С начала года их уже более 40. Чебоксарцев беспокоят расположение рюмочных вблизи социальных объектов, а также круглосуточный режим их работы. В качестве одной из мер по ликвидации неблагоприятных очагов в мэрии предлагают увеличить минимальное расстояние от школ, детсадов и домов, на котором могут располагаться предприятия общественного питания и розничной торговли, до 100 метров. Но тогда под удар попадают большинство городских кафе. Этим постановлением городским не только убиваем эти пятийные небольшие заведения, мы убиваем в целом розничную торговлю. У нас затрагивать будет около 70% объектов розничной торговли в городе Чебоксаро. В Министерстве экономического развития готовится постановление, по которому запрещается продавать спиртные напитки в кафе с количеством столов менее 6 и с количеством посадочных мест менее 24. По ГОСТам определяется количество квадратных метров на одно посадочное место. Мы считали, что заведение меньше чем 50 квадратных метров не сможет существовать. Соответственно, практически все разливайки и вот эти все заведения не вымрут благодаря этому постановлению. Удар по разливайкам должен быть целенаправленным и точечным, утверждают в мэрии. Необходимо учесть мнение всех сторон и в первую очередь гаража, страдающих от недобросовестных предпринимателей. Улица Катыкова, она почти вся окружена вот этими, то пивная кружка, то значит это, в общем, я посчитала там, наверное, улица Катыкова, там 46-я школа, 55-я школа, она вся окружена вот этими пивными. Вы знаете, сколько у нас стало пьяных подростков? Девочки, мальчики. Вы, может, их не видели? Это страшно. Я видела. Некачественному и безответственному бизнесу не место на Чебоксарском рынке. Это подчеркивали все собравшиеся. Однако потребуется время на то, чтобы новое постановление не нарушало юридические нормы и помогало в борьбе с зеленым змеем. А в ближайшее время созданная рабочая группа отправится в новый рейд. И администрация надо совместную прокуратуру, фасовым, сменникам развития. Вот те конкретно разливайки только, которых у нас жители жалуются, их не должно быть. Светлана Познякова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.